Люди говорили на самых различных языках. Доктор философских наук Асулбек Алтмышбаев родился в 1912 году в селе Шалбаджи Тегузского района Иссык-Кульской области. После окончания Киргоспединститута с 1963 года работал вице-президентом Академии наук, старшим научным сотрудником и так далее. Ученого по праву считают одним из основателей Храма науки Кыргызстана. Сегодня в стенах Национальной Академии наук собрались известные ученые, философы, обществоведы, которые помнят его вклад в организацию науки и проведение исследований в области философии. И я думаю, сегодня не только будут доклады, вспоминающие его деятельность, но и доклады о сегодняшнем дне, о состоянии философии сегодняшнего дня. Опубликовано более 130 научных работ заслуженного деятеля науки, в том числе 7 монографий. Под его руководством защищены 10 кандидатских диссертаций. Его научные монографии связаны с актуальной проблемой общественной философской мысли Кыргызов. До конца он придерживал вот этой концепции общественной философской мысли Кыргызов. А были ученые, а когда вот началось идеологическое давление, многие ушли от этой концепции. Но его заслуга перед Кыргызской наукой и общественность велика. Аслбек Алтмышбаев был специалистом в области истории философии и социальных исследований. В честь 110-летия философа в стенах Академии наук был открыт его бюст. Никогда, вот я помню, никогда нас не наказывал. Ни мама, ни он маму просил, никогда не наказывал. При таком подходе, наверное, можно было бы испортиться. Но наш дом, знаете, как был? Это был большой дом, в котором жили и двоюродные братья, и родственники, и бабушки все. И все там смешалось. Выдающийся деятель науки за свои труды был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов, Знака Почета, Медалями СССР, Почетными Грамотами и так далее. Ушел из жизни академик в 1987 году. Улан Касенов, Нуркамил Асанов, Фалато, 24.